В России отметили день ВДВ. По традиции, те, кто уже отслужил в воздушно-десантных войсках и те, кто служит сейчас, вышли на улицы в тельняшках и голубых беретах. Самые масштабные торжества, как обычно, в Москве. Константин Панюшкин посетил традиционные места сбора десантников. Курсанты из роты почетного караула Рязанского училища ВДВ демонстрируют виртуозное владение карабинами, да и к тому же с пристегнутыми штык-ножами. За их спинами выстроились в коробке бойцы, съехавшиеся со всей страны для того, чтобы отпраздновать День Воздушно-десантных войск на главной площади страны. В тактической экипировке «Ратник» десантники из Костромы. Рядом бойцы из Тулы, Кубинки, Нарафаминска. Порой не просто контрактники, боевые офицеры и даже герои России. Всех с праздником, пожелать всем мирного неба, семейного счастья, здоровья крепкого. Остальное все будет. Наряду с войсковой элитой на Красной площади чеканили шаг совсем еще школьники, ребята из военно-патриотических клубов. Поздравляю. Спасибо. Служу Россию и спецназу. Ты тоже будешь Родину защищать. Да. Молодец. Так точно. Первой наградой. Служу Россию и спецназу. А вот молодежь в форме, сшитой поликалом десантной экипировки 30-го года, с которого и началась история ВДВ. Ребята, несмотря на свой юный возраст, все имеют парашютные прыжки. Даже вот видите, Мария Юрьевна, ей 7 лет. А значочек у нее висит не для мебели совершенно, а только потому, что она уже прыгала с парашютом. Да. Увидеть парад на Красную площадь пришли сотни зрителей. Среди них, конечно, и отставные десантники завидуют, глядя на подрастающее поколение. У них ведь служба еще впереди. Это самое лучшее время в жизни. Это настоящая дружба, которую нужно ценить. Которые ребята всегда рядом. Слава ВДВ! Так уж исторически сложилось, что День ВДВ по дате совпадает с важным православным праздником – Ильиным днем. Пророк Илья – небесный покровитель воздушно-десантных войск. Десантники и церковно-служители уже по многолетней традиции начинают свой день 2 августа совместного богослужения и крестного хода по Ильинке к лобному месту. После торжественного молебна поздравления главком ВДВ Андрей Сердюков отдельно обратился к бойцам, которые сегодня никак не могут поучаствовать в празднике. Так как где-то там выполняют поставленные командованием задачи. Уважаемые десантники, я горжусь вами, что вы сегодня находитесь на рубежах нашей Родины, выполняете боевую задачу, отстаиваете национальные интересы нашей страны. И поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем воздушно-десантных войск. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы все вернулись с выполнения боевых задач. Счастья вам и мирного неба. Перейдя от Красной площади на Васильевский спуск, десантники продолжают отмечать свой главный праздник году на торжественном концерте. С участием звезды эстрады. Но, впрочем, День ВДВ отмечают отнюдь не только здесь, в сердце страны и столицы. День воздушно-десантных войск празднуют буквально по всей Москве. Десанты в главных городских парках ПВДНХ гуляют целыми семьями. Для меня это священный день. Главнее, чем Новый год, чем день рождения. Это равносильно рождению сына этот праздник. То есть настроение отличное у нас, боевой настрой. В Сокольниках впервые бронетехника ВДВ. В парке Горького концерт «Полевая кухня». Секрет настоящей воздушно-десантной гречневой каши состоит в том, что необходимо один к одному. Тушенка с гречкой. Да, это самая настоящая гречневая каша. Да, ну и, конечно, в распоряжении десантников сегодня все фонтаны Москвы. Да что уж, водоемы по всей России. Впрочем, эта традиция и дня ВДВ есть и гораздо более эффектные альтернативы. В Екатеринбурге бойцы в честь праздника в прямом смысле десантировались в центр города. А в Рязани на городском стадионе перед несколькими тысячами зрителей градом условного свинца бойцы спецназа ВДВ уничтожили условных врагов.